У нас сегодня, друзья, еще с вами причастие, да? И слава Богу! Благословен Ты, Господь Бог, Царь Вселенной, Который даровал нам Слово. Мы благодарны Тебе, Божие, что Ты обучаешь нас, как Отец обучает своих детей. Мы открыты для этого Слова, Господь. Вкладывай Его в наши сердца, в наши жизни. Преображай нас, Господь, от веры веру. Помоги нам идти и приближаться к Тебе. Мы благословляем Тебя, Бога Всесильного, во имя Ишуа Мессии. Аминь. Аминь. И сегодня, друзья, я хотел бы также поделиться с вами определенными вещами, которые Господь ложил на мое сердце. Я верю, что это важно понимать. Для меня было откровение. Вы знаете, когда я увидел определенное количество мест Писания, которых раньше я знал, что они там есть, но не мог сложить все в одно целое. И сегодня мы с вами поговорим о судьях. Такая интересная тема. Вы знаете, если открыть любой новостной портнал нашего времени, то, как правило, раз в день есть какая-то новость о судьях. Правда? В основном новости сейчас примерно такие. В таком-то городе, в таком-то месте такой-то судья поступил неправильно. Поэтому вот такое-то наказание его ждет. И там периодически обновляются эти новости. И некоторые люди, я так, знаете, опускаю иногда комментарии и смотрю, как некоторые люди просто торжествуют. Давайте будем честно. Большинство людей просто торжествуют и говорят, попили нашей народной кровушки. Вот теперь вам, вот теперь вы почувствуете всю чажесть закона и так далее и тому подобное. Через время они узнают, что эти судьи выходят под залог и снова там комментарии. Нет, там ни в коем случае. И просто такие бурные-бурные обсуждения. В общем-то, сложно сказать, ну как, не сложно на самом деле, почему так происходит. Потому что мы знаем, что весь этот мир, он живет по определенным правилам. Люди, которые есть в этом мире, руководствуются определенным внутренним законом, который побуждает их поступать определенным образом. И сама по себе система такова. Система такова. Сложно быть судьей в наше время. А честным судьей, ну, вообще просто фантастика. Понимаете, да? Поэтому, если честно говоря, друзья, я вас призываю к тому, чтобы вы не спешили всегда быть вот сами судьями. Потому что это очень высокий стандарт на самом деле, очень высокие требования. И не так просто быть честным во всем том, что происходит в этом мире. Итак, Библия очень и очень много говорит нам вообще о судьях и о суде как таковом. Когда мы говорим о личности Бога, Бог открывает нам как судья праведный. Правда? И я вам хочу сказать, что мы с вами далеко не всегда хотели бы встретить судью праведного. Мы хотим знать, что где-то существует, но пускай это будет судья тот, который защищает нас. Правда? Пускай он будет честный и так далее, и так далее. Я вам хочу сказать, мы хотим встретить Бога милостивого. Я бы не хотел, чтобы Бог поступал в моей жизни справедливо. Я вам честно скажу, я хочу, чтобы Бог ко мне относился милостиво. Потому что справедливость подразумевает очень простой подход. Сделал – получай. Все очень просто. Холодный разум, холодные эмоции, просто вот как двое весов. Положил – положил. Стрелка на маленький какой-то вот, знаете, отметочку передвинулась – получай. А ничего, что только маленький. А у другого, например, вот там аж зашкалила эта стрелка. Э, ничего страшного. Важно понимать. Вот передвинулась – и все. Я хочу милостивого Бога. Любящий Бог – это более приятная картина. Знаете, такой, который, как добрый дедушка. Он садит тебя на коленки, гладит тебя по голове. А если ты плохо себя ведешь, он легонечко так шлепает тебя по попе, но потом все равно пожалеет. Это Бог, которого мы любим. Мы часто говорим «Бог любящий». Тем не менее, друзья, Писание говорит, он любящий, но он также и судья. И Исаия восклицает в 33 главе 22 стихе. Он говорит «Господь – судья наш, Господь – законодатель наш, Господь – царь наш, Он спасет нас». Господь – судья, Господь – тот, кто дает законы, Он – царь наш, Он спасет нас. Согласитесь, здесь совершенно недобрый дедушка, правда? Здесь серьезная личность, которая есть, что нам сказать. Бог в Писании предстает, как некая мерила, которая прикладывается к жизни человека. Вы знаете, что такое отвес? Это самый точный инструмент в строительстве. Сейчас есть разные штуки, типа уровней, таких, всяких, пятое, десятое. Но отвес, он всегда правдив, потому что есть веревочка внизу, которой привязан какой-то груз. И когда ты держишь ее, ты можешь приложить этот отвес к любой стене, в любом месте и увидеть линию. Бог является вот этим железным отвесом. Он прислоняет свое слово к нашей жизни. И можно все увидеть. Можно увидеть, где есть холм, где есть какая-то впадина. И Псалтырь говорит о том, что, приходя к Богу, пускай всякий холм, он понизится, а всякая долина, всякая яма, пускай она будет закидана, пускай ваш путь перед Господом будет ровным. И вы знаете, этот отвес, он ко всему пригоден со стороны Бога. К нашему характеру, к нашим семьям, к нашему служению, к нашей жизни, работе. Ко всему есть Божий взгляд. Есть Божье определение того, что является правильным, а что необходимо исправить. И если говорить, друзья, на самом деле большинство из нас нуждается в этом исправлении, если быть вот таким реальным. Но Бог полагает определенные маяки, по которым Он протягивает свои инструменты, меняя наши жизни. Часто, когда мы, как верующие люди, друзья, переживаем какую-то несправедливость, и мы по-всякому уже пробовали решить эти вопросы, что мы с вами говорим? Отдаю это Богу. Было у вас такое? Когда ты не можешь ничего сделать, ты понимаешь, что перед тобой стоит бесчинный человек. У него, как говорится, и Бога не боится, и людей не стыдится. И ты понимаешь, что ты не будешь его бить. На все твои уговоры ему как бы абсолютно все равно. И ты говоришь, я предаю вот эту ситуацию Богу на суд. И он говорит, да пожалуйста. Вот типа напугал меня. Можете меня аж два раза предать этому Богу на какой-то там суд. А мы уходим. Это не сильно пугает людей. Тем не менее, вы знаете, друзья, Писание рассказывает нам о одном великом событии. Событие, которое известно нам как суд возле Белого престола. Очень интересное вот вообще место Белый престол. Суд этот произойдет в конце времен. И это грандиозное, реально грандиозное по своему размаху и масштабу событие. Представьте только, все человечество, все люди, которые когда-либо жили, миллиарды людей, те, которые не знали Господа, они придут на это мероприятие. Придут для того, чтобы встретиться с Богом, для того, чтобы поговорить с Ним о своей жизни. И существует огромное количество теорий того, как это будет происходить, когда это будет происходить, как там их то, что кому будет говорить. Но мы не видим много деталей в Писании. Мы знаем точно, друзья, суд состоится. И поверьте, этого достаточно. Я говорил уже несколько раз о том, что Библия очень часто не оставляет нам подробных картин тех мест, куда мы с вами направляемся. Наподобие того, как вы едете по Киевской трассе, вы видите, например, такой дорожный знак, написано «Одесса через 150 километров». Вы никогда не были в Одессе? Никогда. Вы, может быть, даже не представляете, вы с другой страны приехали, и вы не представляете, как выглядит Одесса. Когда вы проезжаете мимо этого знака, что вы узнали об Одессе? Я вам скажу, что ничего. Вы просто знаете, через 150 километров она наступит, правда? Вы не можете описать людей, вы не можете описать улицы, вы не можете рассказать, что людям здесь нравится, куда они ходят, как отдыхают, как выглядит море, действительно ли оно черное, как о нем говорят. Вам необходимо прийти в то место для того, чтобы увидеть, что там есть. Точно так же и Библия. Бог оставляет нам определенные дорожные знаки. Он говорит, будет Царство Небесное. Я не могу вам сказать в деталях, как оно будет выглядеть. Ну, разве что некоторые наметки. Вы знаете, там будут улицы и золото в этом небесном Иерусалиме, и там будет очень хорошо, там не будет солнца, там не будет неба, ну, там что, моря не будет, да? Там будет Господь, Он будет светить. То есть это общее описание. Мы начинаем вдаваться в какие-то детали, Писание не оставляет нам их. Не переживайте. Главное, что для вас важно, оно будет. Правда? Главное, что для тебя важно, через 150 километров будет город Одесса. И когда ты туда придешь, ты узнаешь, что это. Но тебе необходимо туда прийти. Мы не знаем очень многого о суде перед Белым Престолом, но мы знаем точно, это событие случится. Верим мы в это или не верим? Хотим ли мы или не хотим? Может быть, мы против. Вы знаете, в тот момент никто нас не спросит. Каждый человек, живущий когда-либо, из тех, кто не узнал Господа, должен будет прийти на это мероприятие и встретиться лицом с Господом. Поэтому будем ожидать. И Откровение 20 глава с 11 по 15 стих учит нас следующему. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Представляете это, да? Великий белый престол. Судья сидит. И от его лица бежит. То есть, как бы, я не знаю, как это будет реально выглядеть, но что-то происходит. Все в трепете перед ним небо и земля. То есть, не находится им места. Настолько великим является его присутствие. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы и по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Не описаны детали, согласитесь, но ключевые какие-то события все же мы с вами можем увидеть. Есть определенный процесс. Итак, что мы видим? Мы видим книги. Их много. Были открыты книги. И я верю, что, вы знаете, друзья, вся наша жизнь, она фиксируется перед лицом Божиим. То, что мы с вами забываем, помнит Господь. Я не знаю, как это устроено, я не знаю, как работает этот записывающий Божий аппарат, но где-то там, вы должны понимать, на каждого из нас заведено дело в Божьей канцелярии. И в последний момент это дело будет найдено и представлено перед судьей праведных. Но есть особая книга. Вы заметили, да? Были открыты книги и иная книга. И в этой книге были записаны особые люди. То есть там был такой, если так говорить современным языком, определенный вип-список людей. Людей, которых не судят. У них есть определенная Божья неприкосновенность к этому суду. Их суд уже свершен. За них некто принес себя. За них некто пострадал. Если вы хотите, за них некто отсидел уже достаточно большой пожизненный срок. И их имена вписаны в этой книге. И они свободны от всех тех последствий, которые ожидают человечества. И мы видим, что очень важно быть записанным в этой книге. Потому что это дает нам возможность, вообще людям дает возможность избежать неприятного мероприятия под названием «Озеро огненное». Хочу вам сказать, друзья, что многие боятся ада. Не ада нужно бояться. Потому что и ад, и рай – это место временного пребывания человека после физической смерти до суда. Верующие люди, они приходят в присутствие Божие. Мы читали вот здесь только, что и ад, он был брошен в «Озеро огненное». То есть на самом деле ад – это место ожидания. Место, когда душа ждет своего приговора, разбора своего дела. И имя записывается в особую книгу Богом. Вы знаете, что традиционное еврейское пожелание на Йом-Кипур какое? «Да будет твое имя вписано в книги жизни на последующий Бог». То есть еврейский народ, приходя в храм, принося все жертвы, они ожидали, что в тот момент Бог приводит в порядок их жизнь. Он выравнивает своим отвесом их жизни, через их покаяние. И они верят, что их имя на следующий год, в течение всего следующего года, вписано в эту книгу жизни. И если кто-либо из них умирает, тогда он имеет будущее, имеет надежду в присутствии Господа. Но сегодня, друзья, я хотел бы поговорить немного о другой категории людей, которые будут присутствовать на этом суде. Для начала, картина нам с вами ясна. Правда? Итак, давайте также посмотрим Откровение 20 главу, 4 стих. «И увидел я престолы, и сидящих на них, которым дано было судить, и души, обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». Мы не будем касаться тысячелетнего царства и других сложных вопросов, но тем не менее, смотрите. «И увидел я престолы, и сидящих на них, которым дано было судить». Престолы, и сидящие на них, дано было судить. Кто это? Кто находится в присутствии Божьем? Мы читали о том, что вот есть великий царь, великий судья, но вокруг него находится еще некто. И Матфей рассказывает одну интересную историю, которая один разговор, он передает разговор, который был у Ишуа с апостолами. Давайте посмотрим Матфея 19 главу, 27-28 стихи. Матфея 19, 27-28. «Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот, мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Ну, очень такой меркантильный разговор, потому что, в общем-то, они ожидали царства Божьего, того, что царство физически явлено будет в Израиле. Они ожидали определенной позиции, определенного, как принято сейчас говорить, отката от всего того, чем они занимались. Ишуа говорит им, 28 стих, «Истинно говорю вам, то есть я честно вам говорю, что вы, последовавшие за мною в покибытии, такое слово непривычное, но давайте скажем так, в будущем, когда-то, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, помните, да, мы читали, что таки сядет, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых». Неожиданно, согласитесь, друзья. Апостолы будут теми людьми, которые будут свершать суд над еврейским народом, над двенадцатью коленами Израиля. Мы видим, что тут есть определенный образ, определенное число, и для нас это очень удивительно. Люди будут вершить суд над людьми. Они будут иметь часть, участвовать в этом процессе. И они будут стороной, которая способна будет взвешивать, стороной, которая способна будет принимать определенные решения о миллионах евреев. Там, в то последнее время. Вы знаете, традиционно считается в народе, что человеком, который вершит суд, а также пропускает всех на небо и судит людей при входе, это является кто у нас? Петр. Безусловно, очень интересная личность. Петр, один из апостолов, и он очень такой особый, он выделен Господом, как мы представляем иногда в наших разговорах, в наших анекдотах и в наших историях. У него есть ключи. Ключи от райских ворот. То есть мы представляем, что там есть какие-то врата, и вот когда душа умирает, она приходит, и есть диалог. Диалог этот воспет в народе самыми разными историями. И именно апостол Петр определяет, достоин человек. Иногда, вы знаете, этот диалог вообще возле врат рая, он разворачивается между двумя личностями, между Петром и сатаной, например. Иногда еще ангел Гавриил с ними присутствует, тоже они как-то торгуются, и что-то происходит. И такие истории, когда сатана показывает ад, и все там, это такое хорошее место, типа веселое, показывают рай, а в раю там все играют на арфах, все страдают от скуки невероятной, и человек говорит, я выбираю ад, попадает туда там огонь, говорит, а где же вся вот эта вот тусня, которая здесь была? Говорит, это была рекламная акция, чтобы выйти сюда вот как бы, вот такое вот, знаете, и получается, что после смерти, вообще эти разговоры идут о чем? После смерти будет еще какой-то выбор, ты еще можешь что-то выбрать. Писание говорит, не можешь. Живому есть надежда, а мертвому нету надежды. Ожидание определенного события, суда Божьего. И Петр очень часто в наших представлениях решает судьбу человека. Вы помните, например, эту историю, когда команда футболистов терпит авиакрушение, и все умирают, так случилось, и они приходят перед этим врата, и стоит этот старец с этими ключами, связкой, и он говорит, футболистам в рай нельзя. Они такие, как нельзя? Да почему же, он говорит, нельзя. То, как вы играли, вам здесь не место. Опечалились они, повесили головы, поворачиваются, и тут он говорит, подождите, подождите, а вратарь с вами? Тот говорит, да, я здесь, я с ними, с ними. Он говорит, а ты можешь заходить? Говорит, как так? Мы же часть команды. И тут апостол Петр говорит, вы знаете, мы внимательно следим за всеми матчами. Успокойся, ты не футболист. Огромное количество подобных историй. Правда? Но оказывается, друзья, когда мы смотрим в Писание, мы видим, что судей будет больше, чем один. Их, как минимум, будет 12. Откуда вообще речь о Петре? Откуда это взято? С чего мы решили, что ситуация выглядит именно таким образом? История берет свое начало в одном из мест Писания. Как ни странно, да? Матфея 16 глава, 18-19 стих. Ишуа обращается к Петру и говорит, я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Ишуа обращается, говорит, ты, Петр, и по-гречески там стоит такое слово, как скала, ты камень. И, вы знаете, богословы говорят, что вот специфика употребления этого слова, она дает нам понимание, что Ишуа говорит, ты как маленькая галька, знаете, маленький камешек, что-то такое маленькое. И он говорит, что и на всем камне, и там используется другое слово, которое переводится как глыба, утес, что-то великое, то есть он намекает о себе, он говорит, ты маленький человек, но на мне, на Ишуа, я построю церковь мою, я создам церковь мою. Ишуа говорит о создании своей общины. И интересно дальше, он говорит, что она будет настолько сильна, эта община, что врата ада, они не смогут ее одолеть. И определенное время назад мы рассуждали о том, что такое врата ада, и я знаю, что не все как бы были при этих рассуждениях, но, тем не менее, для нас это важно понимать. Очень часто, если вы посещаете определенные, скажем так, деноминационные церкви, вы можете услышать песни о вратах ада, о том, что мы в Поднебесье ведем войну, и, короче говоря, противостоим, и врата ада, они не одолеют церковь, просто. И сразу представляется, я спрашивал, что такое вот врата ада в представлении этих людей. И мне объясняли примерно следующим образом, что, вы знаете, врата это особое место, возле врат сидят обычно очень сильные и влиятельные люди, ну, на Востоке так, по крайней мере, было. И они решают что-то. То есть в каждом городе есть врата ада. Это определенные бесовские такие легионы, территориально, которые просто держат в таком страшном рабстве весь город, и они будут атаковать церковь. Но мы сильные, и они, короче, не справятся. То есть, знаете, такое представление о какой-то единице, боевой единице сатаны, которая борется против народа Божьего. Я вам хочу сказать, что если мы посмотрим в Писание, мы нигде не увидим такой единицы. Знаете, нету таких, как сейчас, мода на разных, можно видеть, солдаты ходят по городу, и у них такие нашивки есть, да, там то написано, одно, второе, третье. Нет такой бойцовской, сатанинской единицы с надписью «Врата Ада». Ты с какого легиона? С «Врата Ада». А, ну, значит, все, респект и уважение, там красно-белый, это самое, рябчик, какой-то такой, знаете, красный берет там или еще что-то. Нет такого в Писании, друзья. Образ «Врат» вообще, это очень яркий образ. Вообще, что такое ворота? мы понимаем, что это определенная черта. Это двери, правда? То есть, это то, через что человек проходит, то, что отделяет одно место от другого места. Вот мы проходим с улицы через определенные, ну, скажем так, ворота, да, дверь. То есть, там одна атмосфера, здесь другая атмосфера. Туда, там находятся все люди, а здесь находятся только определенное количество людей. И мы с вами знаем, что не все двери мы можем пройти. Правда, есть двери, в которые нам нельзя. И нам так и говорят, вам сюда нельзя. И самой известной чертой для человека является черта нашей с вами смерти. Смерть – это дверь, через которую человек переходит однажды, и он не возвращается назад. Вы помните диалог, который был у богача с Авраамом в Шиоле, в аду, когда они разговаривали. Это описано в одном из Евангелий. И там этот богач, пережив весь ужас того места, куда он попал, он просит Авраама и говорит, пускай вот тот вот нищий лазарь, который умер, он воскреснет и скажет моим братьям, что здесь очень плохо, пускай они ведут себя праведно, чтобы им сюда не попасть. И Авраам ему говорит, послушай, никто туда не возвращается. У них есть Тора, у них есть Моисей, и этого достаточно, чтобы сюда не попасть. Они знают о том, что это у них есть, пускай учатся. Итак, смерть разделяет мир живых от мира мертвых. И человек, который не принял Господа в свою жизнь, пересекает ворота смерти и попадает в это место ожидания Божьего суда, в ад. Но тот, кто примирился с Богом, чье имя записано в книге жизни, его душа приходит в присутствие Божье и ожидает совершенно других событий и вещей. Итак, таким образом, друзья, врата ада не могут открыться для тех, кого имя записано в книге жизни. Именно о таком переходе говорится в 22-м псалме. Вы помните, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажутях, водит меня к водам тихим. И дальше он говорит, и даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. Потому что твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил трапезу ввиду врагов моих и насытил душу мою и так далее, и так далее. То есть это образ или метафора перехода. Даже если физическая смерть придет в мою жизнь, я не убоюсь зла. Потому что ты проведешь меня в то место, которое будет хорошее для меня. в место, где будут злачные пажики. Твой жезл, твой посох, твое водительство, твое участие в моей жизни дает мне покой. Я спокоен. Все у меня под контролем. Все это метафоры, друзья, о тех преимуществах, которые дает нам Царство Божие. И иными словами, врата ада это образ физической смерти без Бога. И Ишуа говорит Петру, послушай, врата ада или смерть не одолеет мою общину, экклесию, мою церковь, не одолеет мой народ, потому что сила воскресения больше, чем сила смерти. сила искупительной жертвы больше, чем то, с чем сталкиваются все люди здесь на земле. Итак, Петру будут даны ключи, которые будут давать возможность что-то открывать, что-то связывать, как на небе, так и на земле. Это еще одна непростая тема. Вы знаете, что многие верующие много чего связывают, много чего развязывают, и совершенно не разбираются в этом процессе, потому что вроде бы уже всех связали, но почему-то они хронически развязываются, да, и либо их так много, либо мы плохо связываем, что-то, ну, как бы сложно. И, в общем-то, если мы смотрим в Писание, мы не видим, как именно Петр будет применять ключи, которые ему дает Ишуа. Он говорит, я вообще тебе дам, мы не видим, что он их получил конкретно, да, но мы не видим, что в какой-то момент жизни весь мир замер, все замерло, и тут выходит Петр, с ключом, и что-то там открывает, и все там зашевелилось, и что-то пошло. Мы не видим. Поэтому я думаю, что лучше нам не придумывать и оставить его со своими ключами в покое, правда? Но о самом понятии связывания и развязывания я думаю, что нам стоит поговорить, потому что это практически и важно для нас. Мы смотрим Матфея 18 главу, 18 стих. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Контекст главы очень интересен. Контекст главы говорит о определенных принципах или, скажем так, об определенных порядках, которые существуют внутри общины, экклесии. Или как Матфей говорит, использует слово такое греческое, известно нам как церковь. Он говорит, скажи церкви. Мы понимаем, что, в общем-то, Ишуа не говорил слова церковь, правда? Потому что не говорил, не говорил он по-гречески. Но, тем не менее, Матфей так описывает. Итак, Ишуа обращается здесь, в этом разговоре, Матфея 18 главы, не только к Петру, не только один человек там находится, он обращается к ученикам. И мы понимаем, что, в общем-то, на тот момент все они находились в Синайском Завете с Господом. Поэтому, собственно говоря, воспринимали эти слова в контексте Синайского Завета. Итак, речь идет об установлении законов, которые дают возможность общине верующих существоваться и развиваться. Иными словами, о праве устанавливать определенные границы, определенные порядки. И вы знаете, это нормально. В каждой семье, в каждом доме из нас у нас есть устная Тора, устные законы, у нас есть внутренний порядок. Например, в большинство украинских семей, если вы придете в гости кому-то, вам предложат снять обувь сразу же на входе. Правда? Это чисто украинские, в общем-то, в большинстве своем традиции. Почему? Потому что у нас пыльно, грязно, ну и так положено. Вы, конечно, можете это проигнорировать, ведь, согласитесь, это не в Конституции Украины записано, что каждый входящий в дом должен снять обувь. Абсолютно нет. Но, тем не менее, если вы будете игнорировать эти устные законы, иногда неписанные законы, в основном они неписанные, даже непроговоренные вслух, вас пригласят ровно один раз. Правда? И потом вы будете удивляться, почему у вас нет друзей. И очень часто у нас действительно нет друзей именно из-за того, что мы не уважаем границы, которые другие люди ставят. Мы не уважаем определенные барьеры, мы не считаемся с теми внутренними дистанциями, которые есть в жизни людей. В каждой общине, в каждой церкви не существует такой общины или церкви, в которой бы не было определенных устных границ, определенных внутренних границ. Мы не находим их в писании. Мы, согласитесь, нет в писании того постановления, что нужно снимать обувь. Правда? Но мы с вами решаем, как будет выглядеть тот или иной процесс. Например, сегодня у нас с вами будет причастие, и есть порядок, с которым мы согласились, к которому мы привыкли. И если кто-то начнет действовать вопреки этому порядку, что произойдет? Мы скажем, не делай так, нам неприятно. нам не нравится. Мы как община решили, что стол будет стоять здесь, и это будут вот такие стаканчики. И там будет вот столько виноградного сока. Мы так решили. Но человек скажет, послушайте, я не хочу, я хочу пить сразу с десяти стаканчиков. технически это нормально. Согласитесь, правда? От этого Господь, это не пощечина Господу. Он себя так хочет, но мы скажем, нет-нет, послушай, это неправильно. Почему мы так говорим? Потому что мы с вами согласились. Понимаете, да? Мы с вами согласились, что частью нашей общины могут быть люди, которые соответствуют определенным критериям. и для того, чтобы быть частью общины, необходимо пройти обучение. Мы так согласились, так устроен наш мир, но кто-то скажет, я не согласен. Ты имеешь право быть несогласным, но это не значит, что ты по умолчанию станешь частью нашей общины, потому что мы согласились. Итак, установление внутренних законов. Это то право, которое имеет община, это то право, которое дано Господом, и Бог считается с этими установлениями. Мы полагаем предел свободы человеку, и фактически это функция закона, друзья. Закон полагает предел нашей с вами свободы. Когда вы едете на машине, вы говорите, я хочу ехать с такой-то скоростью, закон говорит, ты не можешь ехать, но я хочу, но ты не можешь. Почему я не могу? Потому что есть закон. Но я свободный человек. Конечно, свободный, но не можешь ехать. Вы помните, как этот осветитель, который торговался с Стапом Бендером за два стула на теплоходе. Витцин играл его, постоянно выпивший, а Стап у него денег не было, он всячески его раскручивал на эти стулья, и он говорит, давай так, вечером стулья, утром деньги. Можно так? можно, но только сначала деньги, а потом стулья. То есть, он согласен был на все, но все равно на своих условиях. То есть, как бы, как хочешь. Можно так, можно сяк, но все равно будет так. Я согласен на машину любого цвета при условии, что она будет черного. Вот так вот все это работает. Итак, мы определяем пределы и границы определенной свободы в каждой общине, и Бог считается. Но, друзья, нельзя подходить к этому процессу поверхностно, потому что фактически речь идет о функции судьи. Не на все мы вопросы можем найти ответ. Жизнь вокруг нас разбивается. Если вам кто-то скажет, что в Библии есть все ответы, то такой человек, скорее всего, слукавит. Вы тогда уточните, что ты имеешь в виду? Потому что некоторые вопросы, и очень много, нам нужно самим решить, как это будет выглядеть. Будет ли у нас прославление, например, во время служения или не будет? Будет ли у нас детское служение или не будет? Потому что всего этого на самом деле мы не видим четкого по минутам расписанного в Писании указания. Итак, мир развивается, развиваются и проблемы, и нам нужно учиться адекватно на них реагировать. И мы видим, что Бог доверяет своим детям вершить суд здесь, на земле. Но очень важно понимать, что суд этот должен соответствовать высоким стандартам и судьи также должны им соответствовать. Давайте мы посмотрим 1 Коринфянам 6 глава 1-3 стих. Апостол Павел обращается к коринфской церкви, то есть это верующие из языческого народа, и он говорит им следующее, он разбирает определенную ситуацию, которая произошла у них, в которой они не справились как община, с которой они не разобрались так, как должна разбираться община. И он говорит с 1 стиха, как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых. Видите, что он говорит? И вообще, как вы можете, если вы между собой поссорились, как вы можете идти и просить кого-то неверующего, чтобы он был тем, кто решает ваши вопросы? Как вам не стыдно вообще? И дальше он говорит, разве не знаете? То есть вообще такое обращение типа, вы что, забыли? Вы что, не знаете? Еще раз говорю, это коринфяны, они могли и не знать, потому что в общем-то они не выросли в лоне еврейской общины и в писаниях могли особо не ориентироваться. Но тем не менее, он говорит, разве не знаете, что святые будут судить мир? святые, не какая-то группа людей под именем 12 с высоким стройным мужчиной с ключом в руке, но святые будут судить мир. Интересно, что слово мир в оригинале стоит слово человечество, вселенная, земля, то есть святые люди будут приносить суд на всю землю. если же дальше он говорит вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов не тем ли более дела житейские? Нормально так написано, да? Он говорит, вы что, мы ангелов будем судить как верующие люди? Это позор, что вы не можете между собой разобраться в простых житейских вещах. Это позор, что нет между вами согласия. Вы просите, чтобы кто-то пришел и рассудил между вами. Кто-то, кто не руководствуется Божьими принципами суда, Божьим характером суда, кто не имеет сердца Бога, кто не разделяет его видение на суд, кто не прислоняется к этому отвесу, который есть к Божьим. И вы смотрите, как легко он об этом говорит. Вы будете судить ангелов. Итак, достаточно интересная картина получается. Давайте попробуем все свести в одно и посмотрим, что получается. Что мы знаем? Мы знаем, что суд состоится. Верим, не верим, никого не волнует, он состоится, будет. В один момент все человечество придет на этот суд. там будет находиться судья праведный и истинный, Бог, который будет взвешивать жизнь каждого человека. Там также будут находиться престолы, минимум мы с вами увидели, что скорее всего их будет 12, может больше, мы не знаем, но 12 то, что мы увидели, с которых апостолы будут судить 12 колен Израиля. Также там будут находиться святые Божьи, его община, которая будет судить мир. Давайте предположим с вами, что возможно только языческий мир, то есть тех, кто пришли к Богу или скажем так, тех, кто не пришли к Богу как раз из языческих народов. Мы можем предположить, но возможно, возможно нет, в общем-то это не важно. И ангелов написано, то есть община будет судить ангелов, которые бунтовали перед Богом. То есть если вам объяснили о том, что в аду сатана будет править и мучить бедных неверующих людей, то я разочарую вас, это не библейская картина. Он сам там будет мучиться в озере Огненном, а здесь просто людям дурит голову, чтобы они верили и служили ему, чтобы потом, если что, он за них заступился и назначил бригадиром какого-то котла. Не будет такого, друзья. Итак, мы видим невероятную картину. Не можем мы описать всего происходящего, но очень похоже, что именно так и будет. И тут есть несколько проблем, друзья. Если мы будем с вами судьями, то к нам также есть определенные ожидания от Бога, определенная планка, которой мы как судьи должны соответствовать. Иоанна 7 глава 24 стих говорит следующее. Не судите по наружности, но судите судом праведным. Не судите по тому, как вы видите, но судите руководствуясь праведностью Божией, суд основанный на его праведность. Мы знаем, что если бы суд был основан на нашей праведности, то Писание говорит, что если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. 1 Коринфянам 11 глава 31 стих. Потому что наша с вами праведность как запачканная одежда. Мы всегда готовы тихонечко передвинуть весы сюда в свою сторону. Где-то сделать так, чтобы мы остались не в накладе, как на привозе у нас. То есть всегда будет что-то так, нам же надо жить, как говорят тоже на том же привозе. Нам же надо как-то выживать. Итак, очень легко человеку найти причины для оправдания своих поступков. Поэтому нам очень важно, друзья, научиться суду на основании праведности Божьей. Что за праведность такая? Что за праведность Божья? Это тот отвес, о котором мы говорили с вами в самом начале. Это Божий взгляд на ситуацию. Я хочу вам сказать, что его взгляд очень часто с человеческой точки зрения может выглядеть либо слишком милостивый, либо слишком несправедливый, но это его взгляд. Мы говорим, накажи его Господь, а Господь говорит, а я простил его. Мы говорим, а сделай ему вот так. Бог говорит, а я не сделаю, потому что это неправильно, жестокое сердце в тебе говорит, нужно помиловать его. А в другой момент мы говорим, помилуй его Господь, а Бог говорит, нет, потому что я много раз с ним уже имел дело, и он не понял то, что я говорю, и поэтому он должен понести здесь на земле определенные последствия своих поступков. Мы с вами, те, кто судится здесь на земле, мы с вами, те, кто проходит Божье исправление здесь на земле, мы с вами те, кто приносит суд в наши дома, в наши общины, в то общество, в котором мы живем. И мы должны научиться устанавливать пределы, устанавливать законы в соответствии с Божьей праведностью, в соответствии с Божьим характером. Мы учимся устанавливать пределы для наших семей, наших общин, наших детей, наших мужей, на нашей работе, везде, где мы находимся. Фактически, друзья, если хотите, все мы с вами проходим школу судей. Вот так оно звучит, как бы пафосно и немножко так с амбициями, но тем не менее это так. Мы учимся давать оценку жизни, оценку ситуации. И дай Бог нам учиться хорошо. Ешуа говорит следующее. Луки 6 глава 36-38 стихи. Итак, будьте милосердны, как и отец ваш милосерд. Не судите и не будете судимы. Не осуждайте, не будете осуждены. Прощайте, прощены будете. Вот так, если почитать, кажется, ну вообще, оставьте суд в стороне. Но я верю, что речь идет о неправильном подходе к суду, неправильном таком взвешивании ситуации. Он говорит, давайте и дастся вам мерую добрую, утрясенную, нагнетенную, переполненную, отсыплят вам в лона ваши. Ибо какую меру мерите, такую же отмерится вам. Иными словами, да будет ваш суд, то, что вы делаете, движим милостью, а не желанием наказания. Желание сотворить такую, знаете, жесткую правду, именно так, чтобы человек именно аж зубы клацнули у него от того, какой ты крутой, именно такой вот судья, и он просто аж как бы, он говорит, послушай, ты поступай милостиво, с тобой поступали милостиво. Не приноси неправильный суд, не приноси суждение, которое бы разрушало жизни человека, но помни, что все то, что ты делаешь, оно должно руководствоваться Божьим сердцем и Божьей любовью. И нам легко быть жестокими, когда люди нас обижают. Правда, друзья? Нам легко выносить им приговоры и обвинения. Бог ожидает от нас терпения. Я не говорю о толерантности, я не говорю о том, что мы должны закрывать глаза на какое-то бесчинство и говорить, да пускай будет, Бог же меня простил, что же, что же, вот и ко мне Он терпел, и я. Я говорю о адекватном процессе. Когда мы понимаем, что на сегодняшний момент человек не может сделать больше, чем он делает, проявляйте милость к нему, ожидайте, что он вырастет, направляйте, помогайте ему расти в этой благодати, это ответственность. И, вы знаете, стандарт на самом деле высокий, я это прекрасно понимаю, но здесь на земле, вот сейчас мы учимся, мы учимся быть судьями, мы учимся, давать Божью оценку происходящему. И я сегодня призываю каждого из вас, верующих людей, в первую очередь, размышлять, каким судьей является ваше сердце, что исходит из ваших уст, когда вы видите что-то несправедливое в вашем понимании и даже в понимании Господа. Готовы ли проклясть человека из-за того, что он наступил вам на ногу, или вы готовы быть сдержанными, готовы ли вы, явить милость, или вы готовы расстрелять и порвать его на кусочки, только из-за того, что он не пропустил вас где-то там на пешеходной дороге. Вы переходили, а он, видите, такой гад проехал мимо вас. Ну как такое? О-о-о! Друзья, что в нашем сердце, когда мы сталкиваемся с несправедливостью? Что в нашем сердце, когда мы ругаемся друг с другом, когда мы смотрим на друг друга сквозь зубы и просто желаем вот как бы «шоб тебе Господь благословил», а внутри думаем «шоб ты сдох по-тихому где-то, но никому не скажу об этом». Друзья, я понимаю, о чем я говорю, потому что многие имеют вот что-то такое. Мы стыдимся этих мыслей, но оно происходит, оно вырывается, когда мы не бодрствуем, и я хочу вам сказать, Бог знает это. Бог знает, какой суд, какого качества суд в вашем сердце и вашей жизни. Да поможет нам Господь иметь сердце свободное от этой горечи, свободное от этой ненависти, от этого такого, этому ты вот это, начитался новостей и начинает во все стороны брызгать ядом. Послушай, что ты знаешь обо всем этом? Ты был там, ты смотрел, ты понимаешь, о чем речь. Нет, я начитался. Не спеши быть судьей, не спеши приносить приговоры, не спеши где-то ставить кому-то лайки или где-то кого-то осуждать. Приложи Божий отвес к своему сердцу, к ситуациям в жизни, и пускай Господь поможет вам иметь эту милость друг к другу. К людям же, которые не примирились еще с Господом, я хочу сказать следующее. Друзья, возможно, вы первый раз здесь на служении, возможно, для вас это все в диковину, и вы не совсем понимаете, о чем речь. Я хочу сказать, придет день, когда вам придется прийти на этот суд Божий, и вам необходимо будет занять либо одну сторону, либо другую. Либо вы можете быть среди тех, кто судит, тех, кто на стороне судьи, либо вы можете быть среди тех, чье имя не записано в книгу жизни, чье имя будет, чья жизнь будет взвешена. У вас есть сегодня возможность. Библия говорит, что живому человеку всегда есть возможность. И лучше живому псу, чем мертвому льву. Не уходите этим мертвым львом в вечность, потому что это вам не поможет. Лучше будьте чем-то меньшим, кем-то меньшим, но живым здесь во славу Господа. Что вам необходимо сделать? Вам необходимо обратиться к Господу с молитвой и просьбой о прощении своих грехов. Это первое, что необходимо. Осознание Божие, я человек грешный, ты святой и праведный. Я не хотел бы с тобой встречаться как судьей, но я хочу встретиться с тобой как с отцом. Прими меня как сына или дочь. Я вам хочу сказать, что такой простой молитвы для начала вполне достаточно. И нечто невидимом мире происходит. Бог меняет ваше будущее. Бог записывает ваше имя в книгу жизни. А вторая книга, в которой описаны все ваши дела. Писание говорит, что Бог берет и уничтожает ее, кидает за хребет. То есть иными словами он читает и говорит, а я вижу, 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 закрывает и бросает. И когда придет время суда, не будет этой книги, потому что она где-то там, покрыта кровью и шо, покрыта Божьим прощением. Бог вас прощает. Сейчас мы встанем на наши ноги и мы помолимся этой молитвой покаяния. Если Господь касался вашего сердца, если вы понимаете, что это к вам от всего сердца, искренне, я прошу вас, чтобы вы повторяли за мной, просто повторяли за мной эту молитву. И да поможет вам Господь. Дорогой Бог, я обращаюсь к тебе, как человек, который никогда тебя не знал. И я прошу о том, чтобы ты принял меня, как своего сына или дочь. Я много грешил перед тобою, я много отступал от тебя, потому что я не знал тебя. Сегодня я хочу, чтобы моя жизнь была изменена. Прими меня, как своего сына. Я прошу во имя Иисуса Христа или Ишуа Мессии, того, кто стал за меня искуплением. Прими меня и назови меня своим. И я благодарю, что сейчас это происходит. Я принимаю твое прощение как дар, как то, что ты творишь для меня. Благодарю тебя во имя Ишуа Мессии. Аминь. Такой короткой молитвы, друзья, достаточно, поверьте. Но следующим шагом вам необходимо подойти к одному из служителей. Если вы молились этой молитвой, можете подойти к Олегу здесь впереди и поговорить, чтобы мы могли с вами помолиться также, поговорить о вашей жизни и рассказать вам, какие шаги необходимо сделать для дальнейшего вашего роста. Вам же нужно разобраться, как жить с этим Богом, в Котором вы только что молились. Вам же нужно разобраться, как ходить, какие решения принимать. Поэтому не стесняйтесь, подходите. Мы с радостью послужим вам и поможем, чем сможем. А сейчас я обращаюсь ко всем, всему обществу, друзьям. Давайте мы положим на весы наше сердце, положим на весы нашу жизнь и скажем, Господи, прости нас за всякий тот неправедный суд, которым мы судили друг друга. Мы, Господь, хотим отозвать все эти процессы, разорвать все эти обвинения, те, которые построены на нашей уязвленной амбициозной плоти, Господь. Мы хотим отказаться от этих обвинений, которые основаны на наших обидах, зависти, гордости, глупости, Господь, во имя Ишуа Мси. Боже, мы хотим иметь сердце открытое для Твоего суда, чтобы Ты пришел в нашу жизнь и спокойно мог взвесить каждого из нас, и мы оказались нелегкими, Господь, но имели вес в Твоих очах. Научи нас держать рот закрытым, Господь, там, где он должен быть закрыт, и научи нас говорить с мудростью там, где мы можем говорить, Отец. Научи нас быть терпеливыми друг к другу и к тому миру, который вокруг нас. Боже, чтобы наши комментарии отличались от всего того мусора, который вокруг, чтобы наша оценка происходящая была другой, Господь, чем та оценка, которую дает мир. Святой Израиль, мы обращаемся к Тебе и просим, помоги нам, яви милость для народа Твоего, яви милость для каждого из нас. Мы благословляем Тебя, Царя, славы и превосносим во имя Ишуа Мессии. Во имя Ишуа Мессии. И сегодня у нас с вами причастие, друзья. Это время, когда мы размышляем о жертвы Ишуа Мессии, когда мы с вами размышляем об искуплении. И каждый верующий человек, который находится в завете с Богом, который имеет правильные адекватные взаимоотношения с Господом и с общиной, церковью, может и должен участвовать в этом таинстве, разделять эту тайну, принимать эту тайну в свою жизнь. Бог, который был распят, Бог, который стал частью жизни людей, который стал частью нашей жизни, Он приходит к нам, живет среди нас, живет в нас, Он меняет нас. Поэтому сейчас, как принято, у нас в общине, друзья, задних рядов я прошу, чтобы вы подходили, брали виноградный сок, брали хлеб, становились на свои места и настраивали свое сердце во время этого процесса, и мы все вместе примем хлебопреломление. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова